Привет, привет, мои хорошие! Сегодня у моей мамы день рождения. И она решила, что будет лучше, если она приедет к нам. И день рождения будем отмечать у нас, потому что площади больше. Ей потом убираться не на после нашего, как это сказать, посещения. Потому что детки маленькие. Да, и мне, конечно, так проще, потому что то ли маму привезти, то ли всех детей одеть, а будь собраться, приехать, целое мероприятие. Сейчас еду к ней, и мы планируем с ней заехать в магазин, купить тортик. Хотя я вчера еще думала испечь. Потом мы с ней вчера поговорили, она говорит, вот мы заедем, купим. Потом думаю, вдруг она сама купила, потому что она у нас такая дама. Можем поговорить, она съедет домой, я решила, уже купила. Думаю, нет, не буду. Вот, еду сейчас к маме за ней. Настроение прекрасное. У нас до этого так что-то холодно-холодно было. А сегодня такая погода. Ни тучки, ни дождя. Солнышко светит, ну, может быть, пока. Хотя по... Диапазон кей. Хотя по... Смотрела прогноз погоды, вроде как должен быть дождь. Сейчас смотрю, как люди одеты. Вот так вот с окна посмотреть. Ну, мол, как одеться. Даже не знаешь. Кто-то идет в куртке, кто-то идет в футболке с коротким рукавом. Как одеваться, непонятно. Такое очень часто бывает. На севере, когда, вот я говорю, что жила, здесь у родителей многоэтажки. Продумаешь, как одеться. Выглянешь на улицу и смотришь, как люди одеты. Сейчас, конечно, проще. Что, в своем доме вышел, на улицу постоял, потом подумал, как одеваться. Хорошо еще. Последние деньки. Здесь в городе, смотрю, еще деревьев много. Зеленых, в основном все зеленые. А у нас там едешь уже, в основном, много желтеньких деревьев. Такое небо, да, красивое, голубое. Не позвонила маме заранее. Думаю, ну вот, сейчас буду ждать. Она уже на скамеечке сидит, свежим воздухом дышит. Идет уже, улыбается. Мол, что ты снимаешь меня? А? У вас есть разрешение на съемку? Привет, с днем рождения тебя! Что это у тебя за ведро? Мне не надо ведро. Ты не спамеру, я расскажу. Нет, мне ведро не надо. Я знаю, что это ты по мне. Мне не надо. А то я никто его еще не отдаст. Да? Ну ладно, я думала, что ты мне приведешь. Это у меня мясо, огурцы. А, то чтобы не протекло. Так, все, что-то дам. У Гленту едем? Да. Ну, поехали. Подъехали мы в Ленту. Сейчас пойдем. Так, а что я карточку забыла вам лентовскую? Может, акции какие-то есть на фрукты? Какая красота. За 400 рублей. Мам, может, тебе орхидею подарить? Не, не надо. Ваши магазины нельзя фотографируются. Да вы что? Не трогай, да. А вы знаете, а вы... Безопасность запрещает. Те, кто фотографирует, мы подходим к виду к листам. А я снимаю видео, я не фотографирую. Что-то не нравится? Вызовите полицию. Что-то новенькое. У нас, говорит, все, кто подходит, мы не разрешаем фотографировать. Я вот так, я видео снимаю. Нет, нельзя. Как будто мы не в России живем. Конечно, нельзя. Еще как можно. Это такие вот махинации. Они не хотят, чтобы потом снимали. Ценники одни, пробиваю другие. Пока ты там дойдешь досюда, тут уже ценник поменяется. Уже будет совсем другое. Так, ладно, что мы пошли. Хочу посмотреть сейчас быстренько, что я хотела. На фрукты какие-то. Я в прошлый раз, представляете, купила Тане не эти, не трусики, а подгузники. Он, видите, ребенок мучается. Наверное, вот возьму я здесь трусиками пятерку такую. Тоже неплохие, неплохого качества было. Пойдем. Видите, какой интересный столик, да? Прикольно, как смотрится плетеночка такая. На кухне. Более чем круто, мне кажется. Это барная стойка, да? Здорово. Интересно как. Очень даже интересно. Нравится мне такая вещь. Арбузы здесь полные. 21,89 по 22 рубля. Там еще какие-то, смотрите, разных видов. И ценник тоже сразу разный. Персики. Взять персиков. Вроде красивые. Есть, конечно, и не очень свежие. Персики уже зазеленели. Взяла несколько, угу, несколько тетрадочек и этот, который он для Дианки мне понравился. Такой вот. Так, молоко. Домик деревни. Дборное. Оно мне больше всех нравится. Мне кажется, оно самое вкусное на сегодняшний день на прилавке. Это 114 дороговато. Ладно, 3 хватит. Это что за торт? Это, по-моему, не его цена. Сладкая фантазия. Это нет. Это тоже нет. Сладкая фантазия. Что-то здесь даже описания его нет, что оно из себя представляет внутри. Фиг его знает. Так, что-то возьмешь. Здесь хотя бы есть что-то с Добой. Шоколадный бисквит, вареное сгущенное молоко и всякая ерундушечка. Ну, мне кажется, лучше киевский взять. Мы хотя бы знаем, что это такое. Вот шоколадная мечта тоже, но он маленький. Но вот мне кажется, лучше киевский взять. Он точно вкусный будет. Ну, красивый. С розочками, но неизвестно, что внутри. Поэтому он лучше. Ой, он вообще маленький, смотри. Ну, давай два возьмем. Шоколадный этот. И все. Его, правда, уже кто-то перевернул. Видишь, что? Ну, ладно, что нам, какая разница. Съесться. Да? Это медовик. А вот это еще какая-то пломбирная нежность. Может быть, пломбирную нежность. Взять шоколадный и пломбирную нежность. Это какой-то блинный. Кстати, говорят, блинный тоже очень вкусный. Ты пробовала? Нет. А Элка мне говорила, Оксана, говорит, очень вкусный. Возьми, попробуй. Слушай, давай берем вот один большой. Сроночкой. Ну что, может, давай возьмем попробуем блинный? Ну, говорят, вкусный. Ну, это потом вы возьмете как-нибудь. Ну, каждый день дороговато, мам. За 411 рублей. Ну, пожаренные блинчики. Нах, это тебе? Говорят, мол, вкусно. Ну, потом возьмешь... Ну, ладно, выбирай ты сама. Тирамису. Блин, там сырые яйца можно отравиться. От сырых яиц. Выбирай какой-то яйц. Да я вот блины уже выбрала. Вот этот. Этот возьмешь тебе потом в понедельник. Понедельник. Ну, судя, наверное, лучше каприз взять. Ну, не красивый. Ну, зато у него ценник 800 рублей. Значит, он будет вкусный. А у этого? А этот не знаю сколько. А этот не его, это не его цена. Да я вижу, что это не его. Ну, тоже будет тысяча. Ты что думаешь? Да? Ну, конечно. Ну, тогда лучше взять два маленьких. Киевский сколько стоит? Почему маленький? Мам, 270 рублей стоит киевский маленький. Ну, возьми, вот мы возьмем два. И нормально будет по цене зато. Чем 800 рублей. Здесь выйдет на 500. Все, надо самим было сделать. Все, все дела было бы. Я говорю, надо было самим сделать. Тут какой-то еще, знаешь, какой есть? Фантель. Нет, я думаю, шоколадный. Да? Ну, все, давай. Шоколадный. Шоколадный, так шоколадный. Так, хлеб надо взять. У него же есть хлеб-код? Я пишу, оплачиваешь где? Видите. Самостоятельный? Нет, я на класс уйду. Не знаю. Ну, я самостоятельный. Да? Так, пинь-пинь-пинь-пинь. Что будет? Ага. Хлеб-теревенский какой-то. 400 грамм. 400 грамм. Маме говорит, пойдем на кассу. Она такая продвинутая. Она говорит, нет, я в самообслуживании все делаю. Я говорю, ну пошли в самообслуживание тогда. Расканивайте, давай. Все. Вступились мы. У меня профессиональная карта, которая предпринимательская. Она, оказывается, на самообслуживание не действует. Ну, это. Мне охранник подходит. Вот у нас нельзя снимать. Я говорю, конституция-то вам что, пинь-пинь, это не подходит, не подходит. Вы можете себе устраивать другие законы. Все. Пошли, представляете, меня там обслужили рядом с самообслуживанием. Я забыла пакет взять. Сейчас дома приеду уже тогда. За пакетом нам будут сбегать. Не знаете, что кажется, что лента, почему они начали запрещать съемку? У них, у меня был не раз такой прикол, значит, я тогда снимала видео, знаете, как называется? Типа 500 рублей за внимательность, что-то как-то так я называла видео. У них, значит, я подошла, покупала тогда подгузники. Они шли с акцией. И я снимала на камеру. Ну, я же как покупки, вот, подхожу, снимаю. Кассы, подгузники у них стоят в начале, да? Когда ты только заходишь, а кассы уже далеко не там. Я подхожу. Она мне, значит, это все считает. Я такая, хоп, а что получается? Я не помню. У них же не видно, когда пробивают. Она мне выдает чек. Я говорю, почему у вас в подгузнике, мол, вы мне пробиваете, ну, там, например, 1600, а там они стоят, там, 1000, например, 99. Почему вы мне так пробиваете? Я сейчас уже не помню ту ситуацию. У меня таких ситуаций было несколько, именно с лентой. И она такая, я говорю, там акция стоит. Она берет телефон, звонит и говорит. Здесь девушка купила такие-то, такие-то эти. Давай сейчас подождем, чтобы он проехал. Купила такие-то, такие-то подгузники. Она говорит, что нам акция на них, и они стоили там 1100. И мне такие, она такая, ну, все, вы подождите здесь, сейчас к вам подойдут. Я, значит, стою, жду. Ко мне подходит девушка. Минут, наверное, через 7 где-то вот так она подошла. Мы пошли. Она говорит, все, пойдемте посмотрим, есть там акции или нет. Мы, значит, доходим туда, пока она подошла. Пока мы дошли, подходим, а ценник от того с акции нет. Поняли? То есть пока она позвонила, пока мы, типа, с ней пошли, там уже все давно поменяли. И ты стоишь, как оплеванный дурак. Ну, как это, нет, акции нет, да? А я на нее смотрю, говорю, я говорю, у меня все записано на видео. Вы сейчас о чем мне говорите? Хотите, я вам видео включу? Давайте сейчас вызовем туда полицию. Это, говорит, самый настоящий факт мошенничества. Когда я брала, был один ценник, пока мы сейчас с вами дошли, он стал другой. И мне кажется, что они именно съемку запрещают по вот этому поводу, что как раз та уже позвонила, ты бы дошел, и тут, ой, нет акции, вы перепутали. Именно поэтому, мне кажется, лента и делает такой вот запрет. Хотя это они не имеют права. Есть федеральный закон, который разрешает съемку. И ни один частный магазин не имеет права этот закон повернуть в свою сторону и сказать, что это частная территория. Нет. Частная территория – это когда это твой дом. А если это общественное место, открытое для посещения всех, значит, там съемка разрешена. Это так для девчонок, кто тоже блогеры, потому что я знаю, что смотрят. И я говорю, что ни один магазин не имеет права. Это запретить. Субтитры создавал DimaTorzok